Мы их не видим, но они существуют. Пылевые клещи, клопы, мокрицы, плесень и другие организмы, которые обитают в наших кухнях и ванных комнатах. Чем они опасны для здоровья и как с ними бороться, выясним сегодня в нашем эфире. Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений, программа «Зверский понедельник». Давайте знакомиться с нашими гостями. У нас в студии Ольга Морозова, биолог. Дмитрий Шашмурин, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в городе Екатеринбурге. Здравствуйте. И Георгий Чайков, волонтер фонда помощи бездомным животным. Он с кем пришел, Георгий, выясним чуть-чуть попозже. Для начала давайте выясним, эти наши невидимые питомцы, иногда даже видимые, всегда ли они существуют, даже если от тараканов и от муравьев мы избавились в нашем доме. Есть ли те, кого не видно, но кто там где-то существует и живет своей жизнью? Давайте надо сказать о том, что есть насекомые, которые живут рядом с человеком. Они все называются синантропами. Они экологически неразрывно связаны с жизнедеятельностью человека. Существуют все, это все насекомые, начиная от пылевых клещей, которые не видно человеческому глазу, если мы будем говорить, то в одном грамме пыли содержатся от 10 до 30 тысяч экземпляров данных клещей. И вплоть до тараканы, мухи, комары, слепней и так далее. И вот эти насекомые, они делятся эпидемиологически, так скажем, на эпидемиологически значимые насекомые. Это те насекомые, которые потенциально представляют опасность и переносят инфекционные заболевания с большей долей вероятности. И это не эпидемиологически опасные насекомые, которые не представляют инфекционной угрозы, такие, допустим, как макрицы, те же, я не знаю, пылевые клещи. Но в любом случае все насекомые в основной своей массе вызывают различные заболевания, так называемые энтомозы или инсектозы. Это различные дерматиты, аллергозы, дерматозы, миозы, педикулез и так далее. Вот вопрос, откуда они появляются? Давайте, например, клопов тех же возьмем, диванных. Вот вы купили диван на заводе, заводской, новый. В нем уже есть клопы или они как-то туда вселяются? По какой причине они вообще заводятся? Значит, по поводу клопов. Они никуда не исчезали. Другое дело, они мигрируют от человека, допустим, к человеку. Да, большая доля вероятности, если вы не делаете какие-то профилактические мероприятия, я не знаю, систематические, качественные, своевременные ремонты. Либо у вас соседи неблагополучно социальные и там... Сможет и от соседа перебежать? Да, да, перейти, если очень много, хотя они не как тараканы ползают, не так быстро. И они долго могут находиться без еды, да, без крови человеческой. Но если их много, они могут перейти из квартиры в квартиру. Это первое. Любой диван старый, он может содержать клопов, да, потому что, я еще раз говорю, они могут до года быть без пищи. Что касается нового дивана, тут в зависимости от того, кто делал этот диван. Если эти диваны делали... А как выяснить, что там клопы есть? Никак. Никак вы не выясните. Единственное, что производители, они гарантируют вам вот эту вот санитарную экологическую безопасность. В больших крупных магазинах, я знаю, и у нас существуют договоры на так называемую заселенность вот этими вот насекомыми, да. Мы методом провокации в там два раза в месяц выезжаем в крупный какой-нибудь магазин, с кем у нас заключен договор, и смотрим мебель. Обычно она дорогая мебель, это дорогие магазины заказывают данную процедуру. И мы смотрим, есть ли там клопы или другие насекомые или нет. Так, призыв покупать дорогую мебель, где всё-таки следят за этим. Ольга, вот скажите, а такое вот соседство всё-таки, раз оно может быть опасно для человека, для его здоровья, в чём конкретно, какие заболевания могут появиться, и вообще вот как всё-таки выяснить, что он, не знаю, там, кусают они человека, или может быть это незаметно даже происходит, можно ли выявить какие-то следы, например, на теле? Ну, в частности, по клопам. Их укус не чувствуется человеком, потому что они вводят обезболивающее вещество в ранку. И это можно заметить, если, допустим, это не единичные укусы, а несколько клопов одновременно покусали, то на утро человек, как правило, видит красные пятна. На теле укусы клопов, они достаточно характерны, и врачи их могут сразу определить, что это кусал именно клоп, а не кто-то ещё. По поводу заболеваний, как правило, любые насекомые кровососущие, они являются переносчиком в основном вирусных заболеваний различных, которые представляют опасность для человека. У нас уже зрители подключились, спрашивают, как избавиться от мокрит с ванной. Нам говорят, держите помещение в сухости, но это же ванная. Что вообще делать? Как их убрать? И опасны ли они, вот эти мокритцы, которые ползают по кафелю? Мокритцы, они относятся к тем насекомым, которые не переносят инфекционные заболеваемости. Если они вам эстетически не нравятся, то нужно вызвать специализированную организацию, которая занимается дезинфекционными мероприятиями, химическими методами, вам выведут всё. Самостоятельно я бы не советовал заниматься истреблением насекомых любых. Неважно, клопы это, тараканы, блохи, мокрицы и так далее, и так далее. Я советовал бы всё равно вызвать специализированную организацию, потому что это яды довольно-таки токсичные. Если вы неправильно развеёте концентрацию, неправильно оденете средства индивидуальной защиты, то впоследствии могут быть и для вас несколько плачевны. У нас здесь в студии появляются питомцы и всё-таки передача о животных. Есть ли вероятность того, что питомец, который живёт в квартире, может с улицы принести клещей или напасть именно с улицы? И это может быть опасно для его хозяина, для человека? Да, конечно, животные могут принести насекомых с улицы. Это в основном два вида насекомых – клещи обычные, которые кусают у людей, и блохи. При этом кошачьи блохи для человека не опасны совершенно, они человеком не питаются только в очень исключительных случаях, и никаких заболеваний они переносят. А блохи собачьи, они зачастую даже предпочитают жить на человеке, и могут перенести какие-то заболевания инфекционного характера. Можно как-то выявить вообще, есть у тебя вот эти вот блохи от собак или клещи от собак? Это чувствуется? Они тоже кусают? И как от них избавиться? Не знаю, там тоже остаются укусы, царапины и ранки? Ну, блошиные укусы, они, как правило, чувствуются человеком. А блохи – это насекомые, которые славятся своей прыгучестью, и, в принципе, их видно. Они очень крепко зачастую держатся за место, скажем так, своего обитания. И если ты увидел на себе блоху, стряхиваешь её, то она может тут же с пола прыгнуть тебе обратно чуть ли не в то же самое место. Поэтому, ну, здесь, как бороться именно на человеке, не допускать гигиена, не допускать его появления в доме, человека, гигиена животных. Зрители нас сейчас спрашивают, у меня в квартире живут мелкие, как я их называю, клопики. Маленькие, кругленькие, обитают в основном около окон и на занавесках. Кто это и насколько они могут быть опасны? Ну, это надо выяснять, наверное, надо. Ну, если их видно вооружённым глазом. И если они не кусают, они, опять же, я ещё раз говорю, они не эпидемиологически опасные насекомые, но механическими методами, они простые и ординарные, это уборка влажная, сухая, чаще просто-напросто. Я понимаю, что они появляются с улицы, ну, засечивание окон, и всё в таком роде. Поможет, да. А вот если провести дезинфекцию, да, вот вызвать бригаду, которая всё уберёт, есть вероятность того, что повторно возникнет? И по какой причине может повторно возникнуть присутствие этих нежелательных питомцев дома? Значит, надо говорить о том, против кого направлены, против какого вида насекомых, да, направлены все эти дезинфекционные мероприятия. Если это тараканы, допустим, и клопы в многоквартирном доме, да, если клопы, скажем, в многоквартирном доме, и их не такое большое количество, то специализированная организация, добросовестная специализированная организация, которая умеет делать растворы и пользуется довольно-таки хорошими препаратами, разрешёнными на территории Российской Федерации, то не должны они появиться снова. Если они появляются снова, значит, они либо пришли от соседей, да, либо некачественно проведена данная дезинфекционная обработка. Это не касается тараканов, потому что, если это тараканы или если это засилие клопов, то тогда нужно уже обработку вести, так скажем, подъездно, да, или этажно, то есть договариваться с квартирами, чтобы не гонять туда-сюда, да, насекомых этими препаратами. Вы здесь их потравите, уничтожите, они перейдут в соседнюю квартиру и там будут жить. Потом у вас всё это пройдёт, и они через какое-то время вернутся. У нас есть опрос. Анастасия Матвиенко узнала, какие невидимые питомцы живут в квартирах наших горожан. Мы их не видим, но они есть. Всевозможные насекомые поселились в наших квартирах. Докучают ли они нашим горожанам? Спросим у жителей Екатеринбурга прямо сейчас. В мебели и в коврах, да, есть же какие-то микроорганизмы, какие-то жучки, которые там живут, и они, ну, незаметно глазу, естественно. Но кто ещё? Плесень тоже ведь, да, как живое существо. Мы жили в коммунальной квартире, у нас было очень много тараканов, но мы оттуда уехали, у нас сейчас никого нету, кроме попугая. Неприятные гости, они в старых домах, как бы вот, то есть как раз, опять же, у тех же бабушек, дедушек, то есть старые дома, к сожалению, они вот, то есть заносятся там кошками, собачками, я думаю. Бывает, что вот в некоторых домах там и мухи тоже летают. Ну, есть просто люди, которые, извините, свою квартиру захламляют просто до безобразия, вот. Вонищи жутчайшие. Все истории закончились лет, наверное, 10-15 назад. Тараканы из города ушли, а один раз было, что клопы появились каким-то образом, но достаточно быстро мы их удалили при помощи специальных средств. Много лет назад было такое, были вот мелкие муравьи, но мы их вывели, и больше не было.